Несмотря на условия самоизоляции, несколько верующих все же посещают богослужения. По словам отца Сергия, церковь по-прежнему остается местом спокойствия и укрепления духовных сил. Храм царственных страстотерпцев продолжает работать с небольшим изменением в режиме. Службу мы утреннюю сделали позже, а вечернюю сделали раньше, чтобы раньше закрыть храм. После обращения святейшего патриарха Московской Весеруси Кирилла в это воскресенье о том, что нежелательный приход православных христиан в помещение храма, в храмы, конечно, сильно сократилось, в разы, можно сказать, сократилось число прихожан, посещающих храм. Поэтому, в принципе, сейчас посещение храма достаточно безопасно, потому что один, два, три, четыре человека посещают утром, столько же вечером, даже еще меньше. После каждого богослужения ручки дверей и все поверхности в храме дезинфицируются спиртовым раствором. Помещения проветриваются. Раньше в завершение службы прихожане прикладывались к кресту. Теперь его возлагают на голову верующего. Мы должны творить литургию. Господь единожды за нас принеся бескровную жертву. И в дальнейшем несет свет людям утешение, спасение. И мы воспроизводим эту голговскую жертву в храмах, потому что в домашних условиях это делать невозможно и нельзя. И преподаем эту святыню тем, кто, собственно говоря, и спрашивает ее. Священники призывают не впадать в крайности и без особой нужды не выходить из дома. Самоизоляцию стоит воспринимать как еще один повод почувствовать единение с собой. Связь со своими близкими посредством молитвы. Многие, я уверен, после карантина, после того, как нас уже покинет эта ситуация, уже к Богу, к вере относиться по-другому. Потому что в этой ситуации человек более познает себя. Потому что это необычная ситуация. Это тогда, когда целая семья затворяется в одной квартире. Возможно, эта квартира даже несоразмерна их количеству. И тогда это тоже является поводом терпения друг друга. Это является поводом к пониманию друг друга. Дистанционные богослужения – неизбежное условие для сохранения здоровья россиян. Все желающие могут прослушивать их на телеканалах и сайтах православной тематики в формате онлайн-трансляции. Дарья Козина, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24.